Сергей Васильевич Рахмайин Сергей Васильевич Рахмайин Человек со строгим лицом Человек, дистанцирующийся от общества Человек, которым существует совершенно искаженный образ бесконечного страдальца Из-за того, что он часто использует минорные тональности и грустные всякие мотивы Но никакого страдальца перед нами нет Единственное страдание Сергея Васильевича Это страдание каждого русского, который лишился своей родины Из-за российского апокалипсиса, который случился в 1917 году Это всех нас коснулось По-прежнему всех свободных русских точно так же ранит, как и ранил Сергей Васильевич Вот и все, это, так сказать, наша общая рана, наша общая боль Сергей Васильевич человек, был полный юмора Большой весельчак Большой шутник И даже хулиган Сергей Васильевич пишет этот концерт в очень сжатые сроки Ему нужно его написать Для гастролей в Соединенных Штатах Ему нужно написать что-то такое Очень Впечатляющее Кетти Как это делал обычно Сергей Васильевич Замечательная тема первая Всем известно С прелестным легким аккомпанементом Оркестра На который это ложится тема Эта тема всегда нам презентуется С выражением Каждый старается То так То эдак Темп всегда медленный Чтобы Господа музыканты могли выразиться А что же у нас там происходит Давайте-ка посмотрим на кори Из чего состоит первая часть третьего концерта Что делает хулиган Рахманина Итак Вот этот мугам Это очень похоже на мугам Он состоит из популярной до безобразия русской вульгарной песни Калинка-малинка Она разрезана на два кусочка Опущена чуть-чуть вниз Хотя даже и тональностью Он даже не потрудился изменить тональность Потому что оригинальный тональность Калинки, ре минор И концерт Вторая часть Калинки У некоторых людей могут возникнуть сомнения Да не, ну не может быть уж так просто Где-то должны быть какие-то доказательства Да и есть доказательства Потому что Опять же Если мы пойдем В ту новую науку Которую я Прозвал музыкальный психоанализ Мы пойдем в кульминацию знаменитую Где происходят такие страшные аккорды Где все взрывается Какие-то невероятные протуберанцы Откуда они взялись? Ну если опять мы узнаем метод Если мы вспомним метод Сергея Васильевича То он Во-первых, это калинка разрезанная пополам И пущенная Первая часть коленки Пущена во вторую Во втором коленце А вторая часть В первом коленце Чтобы нас запутать Но это дает Создает замечательный Драматический эффект Потому что это климакс Кульминация Кульминация И сложится пазл И уже здесь ничего другого быть не может Вот такой вот хитрец Вот такой вот хулиган Вот такая вот метода Здесь нет драматического зерна Здесь есть исключительно дисплей И нарратив этого произведения Это просто движение А ведь начало Это ничего, кроме как движение То есть как мы включаем мотор хорошего автомобиля Или же садимся на очень мягкого извозчика И тронулись И пошла И выражения здесь никакого нет И тогда мы попадаем в характер То есть характер Рахманинова Характер музыки Это Сергей Васильевич Просто насвистывающий Едущий в автомобиле Либо в извозчике Поглядывающий И видящий разные просто картинки Иногда он Например, контрастирующая тема После того, как мы проехались на автомобиле Следующий оркестр вступает Как правило, здесь делают Грандиозную ошибку Включая здесь так называемую Маза Раша Нет здесь ничего этого Люди путают характер и сразу попадают в Мусоргского Все играют Это Мусоргский, это не Рахманинов Рахманинов просто вспомнил, что он русский В этом весь Сергей Васильевич, в этом весь его характер То есть это полностью навранный образ, который 100 лет создает мифический образ Рахманина, который не имеет никакого отношения к настоящему образу Рахманину Веселому, симпатичному, замечательному шутнику, хулигану И вот в этой первой части ничего не должно происходить, кроме нескольких красивых картин, как красивый русский ковер С разными пейзажами Под ритм движения С разными пейзажами